Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Пожар вспыхнул сегодня утром в жилом доме, на первом этаже которого расположен детский сад, где разместили жителей и куда пойдут дошкольники завтра. Закрыть больничный, не выходя из дома, с сегодняшнего дня вводится дистанционное закрытие листов нетрудоспособности. Войти в помещение в маске, замерить температуру. Самарские фитнес-центры и спортзалы проверили на соблюдение мер безопасности. Названа предварительная причина возгорания в доме в студенческом переулке. Это неосторожное обращение с огнем. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Пострадали три человека, более 40 эвакуированы. Для ликвидации огня на место происшествия в кратчайшие сроки стянули 40 единиц техники и 132 человека личного состава пожарной охраны. Одной из первых на месте возгорания оказалась Ольга Павлова. Сигнал о возгорании в доме 2Ф в студенческом переулке поступил на пульт оперативного дежурного в половине девятого утра. В кратчайшие сроки к строению стянули 40 единиц техники и 132 человека личного состава пожарной охраны. Предварительно пожар произошел на втором этаже. Причина пожара устанавливается в испытательной пожарной лаборатории. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из жилого дома эвакуировали более 40 человек. 15 из них – воспитанники детского сада. Детей быстро забрали родители. Их жизни и здоровье ничего не угрожает. Мы готовы высаживать каждого родителя, успокоить. И всем детям будут предоставлены места в дошкольном образовательном учреждении. У нас произошла большая протечка. Все будет восстановлено. Инвентарь не пострадал, мебель не пострадала. Пострадавшие при пожаре. Их три человека направлены в больницу имени Пирогова. Погибших нет. Эвакуированных из жилого дома доставили в пункт временного размещения. Мы оказываем сейчас меры поддержки. Организованы у нас здесь и отапливаемый автобус. И пункты временного размещения развернуты на Ленинской 156. Временно сейчас все находятся в ближайшем здании экологии детства, где горячий чай мы организовали, чтобы люди не мерзли. Вернуться в квартиры, которые уцелели при пожаре, самарцы смогут уже сегодня. Жильцам, чьего имущество пострадало, окажут меры дополнительной поддержки. В обязательном порядке всем пострадавшим жильцам будет оказана материальная помощь из средств бюджета городского округа Самары. Максимально будет оказано содействие в сборе документов. То есть все возможные у нас помощи будут оказаны гражданам тут же на месте. Жилое строение по адресу студенческий переулок 2Ф, здание старой постройки с деревянными перекрытиями. Точную причину пожара в Сталинке установят в ближайшее время эксперты испытательной пожарной лаборатории. Ольга Павлова, Константин Головин, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 216 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 19 294. Самарцы с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут получить лекарства, не выходя из квартиры. В регионе с 5 ноября реализуется программа по обеспечению амбулаторных пациентов необходимыми препаратами. Все это за счет государства. Более 20 пациентов 15-й городской поликлиники уже получили медикаменты. Как происходит процесс, расскажет Светлана Кудрявцева. Дмитрий Коваленко консультируется с врачом по видеосвязи. Две недели назад у него подтвердился ковид-19. Мужчина решила лечиться амбулаторно. 5 ноября получил бесплатное лекарство от коронавирусной инфекции. У данного пациента был доктор на дому, то есть осмотрел, да, и было принято решение о том, что препарат ему показан. Далее, после назначения препарата ему его привезла медсестра, и на следующий день было динамическое наблюдение о том, как пациент переносит препарат. В 15-й поликлинике с 8 утра до 8 вечера работают две мобильные бригады медиков. Они обеспечили лекарствами 25 самарцев, которые сейчас лечатся на дому. Получить медикаменты можно после консультации с врачом и только при подтвержденной коронавирусной инфекции. Сегодня для амбулаторных пациентов разработано более 10 схем лечения. Какая из них подходит, определяют индивидуально, чтобы избежать побочных эффектов. Очень важно отметить, что необходим тщательный отбор и по общему состоянию пациента, и по жалобам, по его соматическим заболеваниям, и так далее, для того, чтобы не навредить. Пациент, кроме этого, проходит обязательный лабораторный контроль исследования на дому в течение первого, третьих, пятых суток с начала приема препаратов. И уже оценивается его эффективность в лечении. Напомним, программа по обеспечению пациентов медикаментами реализуется в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова. За счет федеральных и областных средств закупили более 14 тысяч упаковок трех видов препаратов. Все они сейчас поступают в поликлиники региона. Медработники будут доставлять их амбулаторным пациентам в соответствии с показаниями. Светлана Кудрявцева, События. Закрыть больничные жители Самары с сегодняшнего дня могут, не выходя из дома. Министерство здравоохранения России утвердило соответствующий приказ. Теперь жители Самарской области, заболев, могут вызывать врача на дом, а после выздоровления получить услуги на дому, не посещая медучреждения. Сейчас региональный Минздрав решает, как лучше организовать этот процесс. Подробный алгоритм действий будет доведен до самарских врачей, а затем до населения Самарской области. Под особым контролем у областных властей в период пандемии детские сады. В регионе их посещают более 157 тысяч ребят. Работа дошкольных учреждений не прекращалась и в первую волну коронавируса, когда были открыты дежурные группы. Какие меры безопасности принимаются, чтобы дошкольники не болели, регулярно проверяют сотрудники Роспотребнадзора и районные власти. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Новокуйбышевский детский сад «Василек» – одно из крупнейших дошкольных учреждений региона. В нем находится 640 воспитанников и 130 сотрудников. С начала пандемии коронавирусом не переболел ни один ребенок и только двое работников. По мнению заведующей, все дело в строгом соблюдении санитарных мер. Я считаю, что это очень хороший результат. Я благодарна своим коллегам за добросовестное отношение к работе и постоянно им говорю – берегите детей, берегите себя, берегите своих близких. И если мы будем здоровы, все у нас будет хорошо. У Александры Шишкиной в детский сад ходит дочка Люба. Женщина говорит, когда оставляет ребенка в учреждении, душа не болит. Она уверена, здесь делают все, чтобы сохранить здоровье малышей. В детском саду полностью соблюдается весь режим. Мы приходим в масках. Ребенку и родителям меряются на входе температуры. Меня все полностью устраивает. Отдают детей в надежные руки, не беспокоясь о их здоровье. Чтобы сохранить здоровье воспитанников, в дошкольном учреждении строго соблюдают все противоэпидемические меры. На входе у детей и их родителей измеряют температуру. Каждые два часа проводят обработку всех горизонтальных поверхностей и всех поверхностей, с которыми контактируют дети и взрослые с помощью дезинфицирующих средств. Большую помощь в этом, конечно, оказывает нам Роспотребнадзор. Как местного уровня, так федерального. То есть мы получаем нормативные документы, по которым работаем, которые регламентируют нашу работу. В учреждении работают рециркуляторы, которые позволяют проводить обработку воздуха в присутствии детей. В напитки воспитанникам добавляют ударную дозу витаминов, а в супы – лук. И стараются выводить малышей на прогулку практически в любую погоду. Виктория Шарая, События. С начала недели к превлактическим рейдам в общественном транспорте Самары присоединили сотрудники Роспотребнадзора. Они пришли на подмогу областным и городским властям, которые проводят проверки совместно с полицейскими и ДНД. Сегодня наличие масок проверили у пассажиров Самарской подземки. Подробнее Мария Левина. Об осторожности и необходимости соблюдения мер безопасности самарцев предупреждают уже 8 месяцев. Масочный режим – обязательное условие в период пандемии коронавируса. Так же, как и соблюдение социальной дистанции и использование антисептика. Тех, кто санитарных требований не выполняет, останавливают полицейские и выписывают протоколы. Административные материалы отправляются в суд, который и определяет сумму штрафа. Он начинается от 15 тысяч рублей. С этой недели к проверочным рейдам городских и областных властей присоединились и сотрудники Роспотребнадзора. Необходимость в этом есть всегда, поскольку город у нас большой и, соответственно, большой пассажиропоток и много мест, где, соответственно, маски должны быть обязательно. Большинство самарцев, отмечают специалисты, ответственно относятся к здоровью своему и окружающих. Профилактические проверки сейчас проходят не только в общественном транспорте, но и в торговых центрах, общепитах и развлекательных заведениях. Цель все та же – не оштрафовать, а позаботиться о безопасности жителей региона. Мария Левина, Максим Гусев, События. Специалисты городского департамента физической культуры и спорта проверяют самарские фитнес-центры. Смотрят, как организации исполняют требования Роспотребнадзора. Соблюдается ли масочный режим, социальная дистанция, как часто дезинфицируют помещение и инвентарь. В один из рейдов отправилась наша съемочная группа. Спорт – неотъемлемая часть жизни, рассказывает Денис Инкудинов. В тренажерном зале он постоянный посетитель вот уже 10 лет. Признается, когда фитнес-центры возобновили работу после вынужденных ограничений, сразу же приступил к тренировкам. В общем-то, в целом все безопасно. Тренера все в масках. То есть ты приходишь, занимаешься спокойно. Все тренажеры между ними соблюдены полтора метра. Вон видно красную разметку везде. Открыть двери для посетителей самарским фитнес-центром разрешили в июле. Но работать они могут только при 50-процентной заполняемости. При этом обязаны строго соблюдать все требования Роспотребнадзора. На входе измеряем температуру, обрабатываем руки. Если люди приходят без маски, мы вручаем им маски. Мы убираемся условными средствами всю нашу территорию, все наши поверхности. Проверки спортивных центров города проходят регулярно. В Самаре более сотни фитнес-клубов, и все они на контроле городских властей. Меры могут быть самыми жесткими, вплоть до приостановки деятельности на 90 дней, включая все штрафы. Но наши спортивные учреждения, все фитнес-центры, они прекрасно это понимают. Потому что был период времени, когда они простояли без работы очень долго. Поэтому никто не заинтересован в продолжении подобных мер. Поэтому все предпринимают максимум усилий для того, чтобы сохранить свою текущую деятельность. Проверки фитнес-центров будут проходить еженедельно во всех районах города. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин, События. Россияне стали чаще ремонтировать старую технику. Депутаты Госдумы хотят увеличить срок гарантии на новые товары. А аналитики прогнозируют падение доллара в следующем году. Подробнее в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. На работу мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусом в регионах выделят 200 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги пойдут на зарплаты врачам и командировочные расходы. Медики из федерального центра, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты едут туда, где эпидемиологическая обстановка самая сложная, консультируют коллег на местах и помогают больным. Все новое, хорошо забытое, старое. Спрос на услуги по ремонту автомобилей за год вырос на 76%. Примерно настолько же стал популярнее ремонт мелкой бытовой техники, микроволновок, кухонных комбайнов, кофеварок, крупную, холодильники, стиральные машины. Люди стали чинить на 43% чаще, чем в прошлом году. Эксперты считают, что россияне таким образом пытаются сэкономить, поскольку рост курса доллара, который наблюдался в последнее время, провоцирует и повышение цен на новую технику. А в Госдуме весьма кстати предложили увеличить срок гарантии на технику до трех лет. Депутаты считают, что производители искусственно сокращают длительность службы товаров, бытовой техники, смартфонов и прочего. Сейчас закон не обязывает производителя или продавца давать гарантию на какой-либо минимальный срок. Если договором купли-продажи такие временные рамки не установлены, то он автоматически ограничивается двумя годами. Аналитики предсказали падение доллара на 20% в следующем году. По мнению финансистов, массовая вакцинация от коронавируса поможет оживить торговлю и экономический рост после значительного спада в период пандемии. Таким образом, доллар может повторить путь, который он прошел с начала и до середины 2000-х годов. В этот период валюта начала многолетний спад. Стратеги считают, что выборы в США, прорыв в вакцинах и политика Федеральной резервной системы могут нанести серьезный удар по курсу доллара. Зато рубль станет лучшей валютой по доходности в 2021 году. Так считают аналитики банка Goldman Sachs. Они ожидают, что доллар снизится на 6%, а валюты развивающихся стран в грядущем году будут демонстрировать хорошие результаты. Рубль станет выгодным приобретением для трейдеров на коротких позициях, а мексиканские песо, южноафриканские ренты, индийская рупия – на длинных. А тем временем доллар уже не первый день демонстрирует снижение. Официальный курс на 18 ноября – 76 рублей 25 копеек. Американская валюта потеряла 67 копеек. Евро – 90 рублей 39 копеек. Европейская валюта снизилась на 78 копеек. Нефть марки Brent на 16 часов 17 ноября стоит 43 доллара и 85 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. К шести годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей приговорил сегодня суд Самарского района, экс-главу САВЖИ Риналя Мизитова. Предприниматель Евгений Вагнер, которого суд признал сообщником Мизитова, осужден на три года колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Напомним, их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, мужчины украли субсидию в размере 59 миллионов рублей, которую фонд незаконно получил в сентябре 2016 года. Кроме того, в 2015 году Мизитов приобрел земельный участок площадью более двух гектаров с 15 нежилыми строениями в Самарском районе. Обвинение считает, тем самым САВЖИ был причинен ущерб более чем в 57 миллионов рублей. Еще один эпизод, который вменялся Мизитову, действия, в результате которых фонд лишился права собственности на участок площадью 62 гектара и стоимостью более 360 миллионов рублей, предназначенные для строительства комплекса зданий и сооружений прибрежного парка в Тольятти. В результате серии сделок земля перешла в собственность фирмы, соучредителями которой, помимо фонда, выступили две сторонние компании. Самарская область станет первым регионом, который появится на портале, посвященном Майс Туризму в России. Это область делового туризма, связанного с проведением массовых мероприятий. Об этом говорили на стратегической сессии Национального конгресс-бюро. Региональные власти презентовали крупным столичным компаниям возможности Самарской области. Подробнее в следующем сюжете. Представители крупных российских компаний, участники стратегической сессии Национального конгресс-бюро осматривают стадион Самара-Арена. Красота футбольного поля впечатляет, но их, в первую очередь, интересуют другие возможности сооружения. Все эти компании раньше проводили свои деловые встречи и конференции за рубежом. Теперь из-за ограничений они обратили взгляды на внутренний рынок. И Самарская область среди тех регионов, которые могут достойно принять бизнес туристов. У нас обширная, развитая инфраструктура. У нас огромный, колоссальный опыт в проведении мероприятий различного уровня. И этот опыт дал нам именно чемпионат мира, который прошел в 2018 году, масса гостиниц, персонала европейского уровня. О возможностях делового туризма в Самарской области и говорили на стратегической сессии Национального конгресс-бюро. Для гостей регион может предложить большое количество самых разнообразных площадок для проведения конференций. Отели и рестораны высокого уровня, уникальные волжские красоты и экскурсии на любой вкус. Для области деловые туристы – это получение регионам финансовых средств и загрузка туристической сферы, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. Направление делового туризма мы рассматриваем для Самарской области как одно из наиболее приоритетных. Действительно, сегодня в Самарской области располагается немало площадок для проведения самых различных мероприятий – культурных, массовых, деловых и иных. И наша задача действительно рассказать большому количеству заинтересованных людей о том, что мы обладаем таким большим потенциалом. Это уже вторая подобная презентация. После первой, которая прошла в сентябре, уже появились заинтересованные компании, которые хотят проводить свои мероприятия на площадках в Самарской области. Мы увидели площадки, на которых такого уровня, который изначально нужен московскому корпоративному клиенту, заказчику корпоративных мероприятий. И те, кто уже посетил Самару, ведут переговоры как с отдельными отелями, так и с администрацией Самарской области о совместных проектах не только в 2021 году, но уже и на пятилетку вперед. Гости форума за три дня осмотрели гостиничную инфраструктуру, рестораны и бары, площадки, где можно заниматься активными видами спорта, знаковые места Самары и Самарской области. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Солист оперной труппы Самарского академического театра оперы и балета Анатолий Невдох стал лауреатом национальной оперной премии «Онегин» за партию Труфальдина в опере Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Ранее никто из артистов Самарского театра не получал эту высокую награду. Анатолий Невдох работает в театре оперы и балета с 2007 года и побывал с концертами во многих городах Европы. В марте 2010 дебютировал на сцене Большого театра России в премьере «Летучей мыши» Штрауса в партии Альфреда. А в 2016 и 2017 годах он выступал на «Золотой маске». Самарские легкоатлеты приняли участие в соревнованиях на призы школы Олимпийского резерва номер 2. Более 200 спортсменов из Самары и других городов региона продемонстрировали возможности в беге на короткие и длинные дистанции, в прыжках в длину и высоту, а также в толкании ядра. Победители турнира будут представлять свою школу на областных соревнованиях в декабре. Тему продолжит Гульфия Асафина. Быстрее, сильнее, а в данном случае еще и дальше. Толканием ядра Елизавета Филипченко увлеклась более двух лет назад. Делится этот вид спорта близок ей и по физическим возможностям, и по духу. Благодаря постоянным тренировкам за короткое время Лиза быстро натренировала руку. В копилке достижений есть медали и всероссийских уровней. А сегодня пришла за победой в городском турнире по легкой атлетике. В соревнованиях, конечно, есть такое соперничество. Интересно соперников посмотреть. Некоторые думают о движении. У меня такого не прокальтывает. Я думаю о чем-то хорошем и стараюсь не думать о движении, а стараюсь просто сосредоточиться. Городские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек на призы школы Олимпийского резерва номер два прошли в этом году в четвертый завершающий раз. По итогу забегов формируется сборная школы для участия в чемпионате города и в областных соревнованиях, которые пройдут в декабре. Во-первых, это проверка своих возможностей технических и физических возможностей. Во-вторых, это как бы старт отборочный для участия в соревнованиях высшего ранга. Бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и высоту. Из-за пандемии количество участников в соревнованиях было решено сократить с 400 до 250 спортсменов. В забегах участвуют спортсмены не только из Самары, но и из Чапаевска, Отрадного, Новокуйбышевска и Сызрани. И у каждого спортсмена свой секрет успеха. Мне помогают мои соперницы, потому что если они сильные, я за ними тянусь и у меня лучшее время. Ну, наверное, новые результаты, новые какие-то рекорды или даже новые цели, к которым ты стремишься. Вот ставишь себе цель и такой думаешь, все, нужно ее выполнять и заново влюбляешься, пока все это делаешь. По итогу турнира лучшие спортсмены получили медали и грамоты от организатора. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. Хоккейная общественность Самары сегодня простилась легендарным самарским детским тренером по хоккею. Владимир Петрович Боровиков – отец, основатель хоккейного клуба «Меридиан». 48 лет назад его по комсомольской путевке отправили с завода работать детским тренером в 74-ю школу на 116-м километре. За эти годы его хоккеисты выигрывали и становились призерами разных турниров, в том числе самого престижного – «Золотая шайба». О человеке эпохи расскажет Сергей Кизоркин. Тренерский столик в хоккейной раздевалке команды «Меридиан» осиротел. Остались без своего гуру Владимира Петровича Боровикова и подростки 74-й школы, которые ходили к нему тренироваться и побеждали на турнире «Золотая шайба». Ивана Вильдяксова, как хоккеиста, разглядел Владимир Петрович, когда тот с друзьями катался на катке. Юноша вот уже пять лет успешно играет за «Меридиан» и выигрывает медали. Он, как и тренер, хороший, как человек. Много в нас вкладывал, считай, я вообще с нуля был. И он для меня многое сделал в хоккее. Детский хоккейный клуб «Меридиан» образовался в далеком 1972 году. Все это время им руководил один и тот же тренер – Боровиков. «Меридиан» считается довольно сильным клубом в регионе, неоднократный победитель и призер городских и областных соревнований, в том числе «Золотая шайба». Так было в советскую эпоху и в лихие девяностые, и сейчас. Все это время подростки с первого по девятый класс учились быть, как поется в известной хоккейной песне, настоящими мужчинами под руководством тренера Владимира Петровича. «Если Владимир Петрович сравнивать с великими, то можно сравнить с Тарасовым, когда он на закате своей жизни занимался детьми, создавал «Золотую шайбу», такой замечательный клуб. Владимир Петрович для Самары, для Куйбышского он является нашим Тарасовым». В хоккейную команду «Меридиан» ходят тренироваться поколениями. Мальчишки и девчонки, которые играли в 70-е и 80-е годы прошлого века, сегодня приводят заниматься сюда спортом своих детей и внуков. Это человек эпохи, который действительно много-много лет вкладывал в мальчишек себя, свои знания, свои труды, свои эмоции. Он очень переживал на льду, когда мальчишки были на тренировках, он был очень эмоциональным. Конечно, это большая потеря. Федерация хоккей «Самары» совместно с родителями игроков команды «Меридиан» в память о легендарном тренере решили ежегодно проводить детский турнир-мемориал Владимира Петровича Боровикова. Первые соревнования, если позволит погода, состоятся уже этой зимой на родном льду «Меридиана» при 74-й школе. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова